Добрейших вечеров, дорогие друзья! Пятница, а значит опять на экранах ваших YouTube приемников, наш любимый еженедельный телеальманах. Но сегодня, после просмотра этого видео, ваша жизнь кардинально изменится на до и после. Почему так говорю? Не просто так. Дело в том, что в этом видео я вам покажу, наконец-то, то, о чем долго не рассказывал, не показывал. Почему хранил в секрете эту информацию? Потому что меня просили не показывать это, потому что боялись большого наплыва подписчиков на канал, на YouTube. Сервера YouTube могли не выдержать. Лично заместитель директора YouTube по подписчикам неоднократно просил, умолял не рассказывать эту тему. Но буквально вчера мне сообщили, что все улажено. Примерно 150 гигабайт было добавлено к новым серверам YouTube. И теперь вот нахлынувшие подписчики, просто после того, как эту информацию я сейчас вам предоставляю, уже не страшны. Не лопнет, в общем, Google после того, как я сейчас вам это расскажу. О чем будет наш сегодняшний рассказ? Смотрите, вот это вот уже незнакомая вам, да, картинка? Что такое подумали? Что за тут лабиринты, трубы? Это наш с вами содержимое живота. Печень, желудок, знакомьтесь, толстый кишечник тонкий. Сейчас все вам покажу, расскажу. Что вам хочу рассказать? Если достаточно давно подписаны вы на канал и смотрите, то замечали, что происходят различные изменения веса моего. Вот здесь вот, здесь, если сейчас картинку помещу с помощью 3D графики, будет у меня вес 110 кг, а вот здесь будет 85 кг. А сейчас специально вот только что взвесился 88 кг. Вот, если обращать внимание, то вес меняется. Там 100 был, 90 был, 80, 85, 70, 70 не было. Может, был на самом первом видео 1973 года, вот отмотайте до первого видео, там, скорее всего, килограмм 60 вообще. И так, друг, черно-белое еще даже. Вот, и что вам расскажу, сейчас покажу, каким образом, если, например, толстею, могу худеть, если худею, могу толстееть. Что хотите, сможете тоже сделать. Хотите жира добавьте к себе, хотите мышц, каким образом это все делать и без особых диет, то есть не ограничивая себя. Кушайте все, что хотите, любую еду, майонезом запивайте, но, используя вот эти методы, будете либо худеть, либо толстеть, либо все в мышцы у вас уйдет. Все пончики ваши превратятся в бицепсы, если хочется вам. Но для этого надо знать определенные методы воздействия. Для этого что нам нужно? Нам нужно сначала с вами познакомиться с нашими органами желудочно-кишечного тракта. Что это такое? Это висцеральные методы воздействия на внутренние органы. Итак, друзья, если свои ребра когда-нибудь сможете посчитать, их окажется у вас 12 пар. Но это все равно меньше, чем Тинькофф Банк работает в нашей стране уже 16 лет. И в нашем головном мозге ежесекундно образуются новые нейронные связи. Каждую секунду более 30 миллионов. И это практически столько же, сколько пользователей у Тинькофф. И открыть для себя все преимущества и возможности Тинькофф Банка вы сможете с дебетовой картой Тинькофф Блэк. Карту вам бесплатно привезут куда удобно, в любое место. И если что-то не так, какая-то проблема, круглосуточная служба поддержки все ваши проблемы решит в любое время суток в приложении или по телефону. Друзья, при тратах у партнеров банка, список которых находится в приложении, вы сможете сэкономить и вернуть до 30% деньги вернуться в качестве кэшбэка рублями прямо на ваш счет. Также полностью без комиссии можно оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ, получить деньги для выплат от государства. И в том числе можно оплатить и детский сад, и учебу детей, все это. Также вы можете деньги снимать в банкоматах без комиссии и даже в банкоматах других банков. Никакой комиссии. Полностью без комиссии переводите деньги в любые банки через систему быстрых платежей. И также вам в подарок привезут фирменный кардхолдер вместе с картой. Друзья, чтобы начать пользоваться преимуществами всеми Тинькофф Банка, переходим по ссылке в описании и оформляем карту так же, как и мы уже пользуемся. Ждем вас. Залетайте, друзья. Вот так же, как мы с вами говорили о том, что где-нибудь пережимается, например, артерия, спазм мышц, возникают различные нарушения. Нерв пережался, кровь в мозг не идет, мышцы не работают, сустав болит. Здесь тоже есть механические нарушения, которые могут вызвать нарушения работы кишечника, желудка, двенадцатиперстин, кишки, печени. Все мы это с вами сейчас будем узнавать. Как и желудок, так и кишечник содержит в себе мышечную ткань. Что они делают? Зачем там мышцы нужны? Все содержимое кишечника, оно, думаете, каким образом двигается. Вот кишечник, вот это вот все передвигает, то, что вы скушали, все, что красиво у вас выглядело, перед вами лежало. Вот здесь уже в самом кишечнике не так красиво выглядят, консистенцию другую имеет, то, что вы переживали, чуть-чуть уже переварили. Это все передвигается по кишечнику с помощью сокращения, с помощью перистальтики. И там тоже такие же мышечные волокна, но немного другие. Вот здесь мышцы поперечно-полосатые. Это мышцы, с помощью которыми мы с вами можем управлять. То есть мозг дает команду, например, возьми бутерброд с икрой и съешь его. Рука послушно исполняет. Но кишечнику вы, например, говорите, а ну-ка давай, побыстрее немножко газой и передвигая содержимое своего кишечника. Вы ему говорите, он плевал на то, что вы ему там не прислушиваются к вашему мнению. Сам что хочет, то и делает. Он работает автономно. Даже когда вы не хотите что-то, может сделать так, что вы будете вынуждены исполнять его прихоти. Итак, дальше. Желудок тоже мышечную стенку содержит. Продолжается в пилорический сфинктер. Двенадцатиперстная кишка. Почему важна? Туда открываются протоки поджелудочной железы, протоки желчного пузыря. Продолжается в тонкий кишечник. И толстый кишечник. Есть определенные места, которые должны быть, вот в первую очередь, в хорошем состоянии, если ваша задача вес снизить или, например, заменить вашу жировую ткань на мышечную, на стальные мышцы. Вы должны именно, вот в первую очередь, улучшить состояние вот этих участков вашего желудочно-кишечного тракта. Самые слабые места, смотрите, именно в механическом плане. Первое. Вот здесь вот пищеводное отверстие диафрагмы. Через него проходит пищевод. Если плохо работает, возникает заброс содержимого желудка в пищевод. Возникает рефлюкс изофагит, называется, воспаляется. То есть, это первое, что надо исправлять. Второе. Спазм вот здесь вот пилорического сфинктера желудка. Тоже надо убирать. Двенадцатиперстная кишка. Здесь есть места, куда открываются протоки желчного пузыря поджелудочной железы. В сфинктероде называется тоже там часто спазм бывает, надо убирать. Если он там имеется, нарушается выход секретов поджелудочной железы. Там содержится фермент, который расщепляет белок в том числе. И желчного пузыря для расщепления жира, чтобы он у вас расщеплялся, а не скапливался вот здесь на животе. И следующее место, это место перехода тонкого кишечника в толстый. Это называется вот здесь илеоцитальный клапан. Все вот эти места, они должны у нас работать идеальным образом, чтобы никаких не было у нас с вами проблем. Не только с набором веса, да, а вообще функция кишечника, она же какая. Не только переваривать еще токсины, инактивировать печень. Вот все то, что вы скушали, это же все тоже в какой-то степени содержит какие-то бактерии, токсины. Они должны инактивироваться. Это все делается с помощью лимфатической системы, которая окружает кишечник. Но еще и с помощью печени. Если кишечник не справляется с своей функцией, постоянно нагружена вот эта вот лимфатическая система печень. И постоянная интоксикация. Даже состояние кожи ухудшается при плохом состоянии толстого кишечника в том числе. Печень, диафрагма, между ними связки. Вот здесь вот весь связочный аппарат надо тоже восстанавливать. Итак, друзья, видите, как много всего. Но с чего начать? Как же нам вот это вот все улучшить? Потому что состояние кишечника, оно влияет не только на вес растет, он уменьшается, на продолжительность жизни тоже влияет, конечно. Влияет на то, как будут усваиваться все микроэлементы, белки, жиры, углеводы, витамины. И все от этого будет зависеть, как долго мы будем с вами жить, как долго вы будете подписаны на мой канал, как долго будете ставить лайки, писать комментарии. Поэтому моя задача вам жизнь продлевать, потому что мне надо, чтобы вас больше становилось, чтобы вы своим друзьям смс-ку пошлите с этим видео своему лучшему другу, чтобы он тоже на меня подписался. И я должен сейчас сделать, чтобы вы лет сто, хотя бы двадцать вот так вот жили, и меня потихонечку смотрели все видео. Поэтому вам вот это показываю, видите? Итак, друзья, с чего начинаем? Начинаем мы с вами вот с этого места. Иллиоцикальный клапан. Место перехода тонкого кишечника в толстый. Наша задача же похудеть с вами. Вот это вот первое, что мы с вами сделаем. Это первое место. Как его найти? Подвздошная кость, вот здесь вот справа. Руками. Нащупайте сначала вот эту вот косточку. Вот вам ориентир, уже один есть. Второе, это пупок ваш. Где ваш пупок находится? Кто забыл, посмотрите в зеркале. Вот он, по центру. И вот косточка, передняя верхняя ость и пупок ваш. Вот она, передняя верхняя ость и пупок. И примерно, если линию проведете между передней верхней остью и вашим пупком, вот линию провели, вот такую вот, примерно на середине этой линии. Чуть-чуть ниже нее, может быть, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, но примерно там, в этой области, нам до миллиметра не нужно же с вами такой точности. Вот видите, вот середина, но на нашем рисунке не совсем середина, потому что норма одна, а жизнь другая, видите? Индивидуально тоже надо искать. То есть, вот это место, или вот скальный клапан, место перехода тонкого кишечника в толстый. Что там, какие нарушения бывают? Вовремя не открывается, вовремя не закрывается. Среда в тонком кишечнике одна, в толстом уже другая. Он должен открыться, вот так вот, раз все пробежали, тут же закрывается. Если долго очень открыт, начинается заброс из уже толстого кишечника, слепой кишки, обратно в тонкий кишечник, возникает вот здесь вот воспалительный процесс. Поэтому нужно, чтобы он вовремя открылся, вовремя закрылся. И есть техники, с помощью которых можно открывать и закрывать все вот эти вот сфинктеры, клапаны. И сегодня вам покажу, как это сделать с илеоцикальным клапаном. Для начала на нем потренируемся, потому что потом можно будет то же самое сделать и с 12-перстной кишкой, и здесь, и прикрыть вот это вот отверстие диафрагмы. Но начнем мы с вами вот с этого, потому что вы же хотите худеть, хотите, чтобы вес у вас уходил. И вот эту дырочку мы с вами откроем, через которую весь ваш лишний вес уйдет куда? В море, в океан, через канализацию уходит, джем туда. Итак, друзья, лучше это делать лежа. Не поленюсь для этого. Лягу, но потом лягу сначала покажу. Вот, нашел я вот это место, да, стоя, лучше увидите, наверное. Вот здесь вот, то есть область илеоцикального клапана. Вы даже сможете нащупать там такой валик, у кого не так много жира на животе, он нащупает вот здесь, вот такой валик будет перекатываться. То есть можно нащупать, достаточно худые люди могут это сделать. И если поделаете движение, то есть пропальпируете, прощупаете себя, именно это место, оно, как правило, более чувствительно, более болезненно, чем все соседние. То есть что сделаете? Вот найдите вот эту вот кость свою, да, переднюю верхнюю ось подвздошной кости, вот она торчит, но где-то у вас резинка от трусов, обычно чуть выше, чуть ниже она там. И повыше этой косточки, вот вы руками своими потрогайте себя вот здесь вот. Вот здесь, чуть выше, чуть ниже, вы найдете такой участок, который чуть более чувствительный, чуть более болезненный. Сначала просто попробуйте, пропальпируйте его, немножко надавите, потрогайте, познакомьтесь с ним. Вот, если болезненность резкая, все, видео выключаем, едем быстрее, аппендицит удаляем. Если такая, более-менее, ну терпимая, то дальше продолжаем. Симптом, смотрите, какой от этого, как он называется, аппендицита, воспаление аппендица, аппендикса. Вот так нажимаем, оп, резко руки убираем. Если болит, а, скрикивайте от боли, все, значит, пора ехать. Если нет, дальше видео смотрим. Итак, что делаем мы теперь? То есть мы можем вот этот вот с вами сфинктер открыть или закрыть. Вот если хотите вес набрать, закройте его, будет накапливаться у вас вес. Если хотите вес свой немножко уменьшить, вы его приоткроете, приоткроете, на сколько вам надо, 5 килограмм надо, приоткроете вот на уровень 5 килограмм. Шучу. Он должен и открываться, и закрываться у вас. Как открыть, закрыть? Смотрите, вот здесь покажу. То есть мы надавили, и теперь нам нужно сделать, повернуть ткани в одну сторону как бы. Мы будем поворачивать по часовой стрелке и против часовой стрелки. Почему? Потому что других вариантов нет. Только вот эти вот два. Либо сюда, либо сюда. Вот кран открывайте же. Можете открыть, можете закрыть. С другой стороны не повернется. Итак, вы нажали, придавили, немножко поддавили, и теперь начинаем поворачивать. То есть вы разворачиваете. Вот такой поворот делаете. Одна рука чуть выше, другая рука чуть ниже у вас идет. И, конечно, воздействуете вы опосредованно. То есть на ткани воздействуете. То есть нажали и повернули в одну сторону. Слишком больно не должно у вас быть. Вот, подержали. Вот вы повернули и подержали вот так в течение 10-15 секунд. Расслабили. Потом еще раз нажали и развернули, повернули. Вот так, видите, поворачиваете уже в другую сторону. Делаете поворот. Вот так вот разворачиваете. Тоже подержали 10-15 секунд. Это все надо лежа делать. Потому что лежа живот у вас подрасслабится. Легче будет до этого всего добраться. После того, как это сделаете, вы можете почувствовать необычайно приятное ощущение в области перехода тонкого кишечника в толстый. Потому что приток крови улучшается и происходит расслабление петель кишечника. Ну что, друзья. Ну давайте, ладно. Симметрично. С другой стороны вот здесь находится сигмовидная кишка. Здесь, конечно, не настолько сильный сфинктер, но тоже он есть. И на него тоже можно воздействовать. Здесь немножко он располагается чуть выше, чем... Место, на которое будем воздействовать, оно чуть выше, чем с правой стороны. Вот. Оно находится вот сразу около вот этой ости, но чуть внутри. То же самое. Вот вы надавили и теперь повернули точно так же. И держим, удерживаем в течение 10-15 секунд. Потом расслабили. Резко руки не отрывайте. Так же закрутили, так же раскрутите. Тоже потом надавили. И в другую сторону. Так же в какую я делал. Вот эту или в эту. В общем, в одну, в другую сторону поделайте. Можно таких сделать несколько циклов. Тоже заметите, что после этого, может быть даже, если у вас было какое-то напряжение в ногах, допустим, в области таза, оно тоже может проходить, улучшаться. Потому что очень часто напряженные петли кишечника, они рефлекторно, опосредованно еще вызывают напряжение мышц таза в дна, мышц ног, промежности также. Итак, друзья, ну что, если эта тема вас заинтересовала, напишите в комментариях, стоит ли нам дальше продолжать узнать, как восстановить печень, устранить спазмы в печени, которые тоже там бывают. Особенно если вы в детстве пропускали по печени удары, нокаутировали вас, или даже в нокдауне были по печени, если вам стукали, то там остаются вот участки напряжения. А если даже не стукали, если, например, алкоголь хоть раз в жизни увидели одним глазом, а если попробовали, то вообще тоже участки напряжения там есть. Поджелудочная железа тоже относится к алкогольным напиткам, не любит их, в общем, относится она к ним отрицательно. Тоже страдает, хронический панкреатит развивается, лопаются дольки там, все вот это вот, нарушается приток отток. В общем, вот, сам кишечник, как, что дальше восстановить желудок, как рефлюкс убрать, короче говоря, как не только сделать нас худыми и красивыми для пляжа, да, а как же нам улучшить состояние своего кишечника, чтобы с хорошим работающим кишечником дожить нам до смерти и умереть с хорошим кишечником, со здоровым. А если он будет здоровым, то умереть и не получится у нас с вами. Будем жить, пока внуки не отвезут куда-нибудь нас в лес, чтобы квартиру освободить. Итак, друзья, ну что, засиделись мы с вами, а уже пора.